О разбитых памятниках на кладбище в районе подсобного хозяйства родственникам погребенных сообщили ритуальщики. Они приехали сюда замерять место под новую могилку. Екатерина рассказывает, когда увидели, что натворили вандалы, потеряли дар речи. Гранитные плиты раскололись на части. Восстановлению уже не подлежат. 90 тысяч ущерб. Суть-то не в этом. Жалко все. Память. И кто это сделал, у кого ума хватило? Ужасно, конечно. Родственники предполагают, что все это дело рук непростых хулиганов, потому что умудрились уронить даже тяжеловесные плиты, которые не каждый с места-то сдвинет. А в некоторых оградках от действий злоумышленников пострадали по 3-4 памятника. Крушили вандалы и гранитные цементные нагробия. Без разбору. Все разбито, все разрушено. Четыре могилки. Тут у нас 12 похоронены. Вот четыре разбили. Только новые заказывать по новой. Ни сторожа, ни видеонаблюдения на кладбище нет. Поэтому предположить, когда все произошло, пока сложно. Впрочем, как и установить, кто мог все-таки так поступить с местами захоронения. Родственники написали заявление в Каннскую полицию. Оперативно-следственная группа работает. Как нам рассказали в пресс-службе МВД, материалы проверки собраны. Страш и порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 244. Это уничтожение или повреждение, а также осквернение мест захоронения, надгробных сооружений. Либо статьей 214. Вандализм УК РФ. А это значит, что тем, кто разломал нагробие, грозит уголовная ответственность и реальный тюремный срок от 3 до 5 лет.